Героини нашего следующего сюжета молодые и в меру амбициозные. На ней выбрали любимое хобби своим на сегодняшний день основным занятием. Мария Мгитогазова дизайнер одежды. Из-под ее рук выходят безупречные наряды как в европейском, так и в национальном стиле. Ей удалось поработать с самим Вячеславом Зайцевым. А вот Тамара Могушкова модный футблогер. Она делится рецептами блюд со своими подписчиками. Готовит пошагово, демонстрируя весь процесс на просторах интернета. К обеим наведалась наш корреспондент Светлана Томова. Мне нравится создавать красоту, мне нравится видеть счастливые лица своих клиентов. Когда девушка чувствует себя уверенно, это, наверное, не передать словами, не передать никакими эмоциями. Талантливая и красивая. Именно так с уверенностью можно сказать о дизайнере Мария Мгитогазовой, чье имя уже широко известно в небольших кругах ее преданных клиентов. Способность к шитью у нее появилась еще в восьмом классе на уроке труда. От своих одноклассников она отличалась старанием и умением. Именно тогда Мариям и шила для себя свое первое вечернее платье. Сегодня молодой дизайнер уверенно смотрит в будущее, которое она создает собственными руками. Бывают моменты в жизни разные, когда ты разочаровываешься, думаешь, все бросить. А потом ты вспоминаешь счастливые моменты, именно касающиеся этой работы, и понимаешь, что оно того стоит, и черные полосы бывают в жизни любого человека. В будущем я, конечно, хотела бы открыть свой магазин, именно повседневные одежды. Ну и, конечно, чтобы были какие-то вечерние наряды для своей сестры, конечно же, на сцену, чтобы и любые другие артисты могли у меня одеться. Но в основном я бы, конечно, хотела именно пошив одежды на каждый день. Целый год Мария Мгитогазова работала с известным художником-модельером Вячеславом Зайцевым. Набралась у него немало опыта. Ее наряды можно увидеть на наших артистах. Для певицы Айна Гитогазовой она является не просто личным модельером, но и сестрой. Потому к ее сценическому образу подходит с особым трепетом. Как отмечает Мариям, бесконечно можно смотреть на три вещи – огонь, воду и красивое вечернее платье. Но этот солнечный день, 8 марта, дизайнер намерена провести большую часть времени в кругу семьи, чего и другим желает. Я бы посоветовала оставить все свои дела, собраться с любимыми людьми, со своей семьей, выйти на улицу и провести счастливый день в кругу своих любимых людей в эту прекрасную погоду, чтобы этот день был началом весны, солнечным, радостным и любимым. Ну и сама постараюсь, если работа меня не задержит, максимально провести время в кругу своих любимых людей. Сегодня мы будем готовить кокосовый торт с клубникой. В качестве основы мы возьмем шифоновый бисквит, но зрители могут взять любой другой бисквит, который им нравится. Еще одна молодая и талантливая фудблогер. В свои 19 лет она на страничке в Инстаграм имеет свыше 250 тысяч подписчиков. Если многие повара скрывают свои рецепты, то Тома Могушкова с большой охотой ими делится со своими виртуальными друзьями. Около 600 рецептов, большую часть из которых придумала сама, опубликовала на своей страничке, и каждый ее рецепт вызывает массу положительных отзывов. Мне очень приятно, что у меня свыше 250 тысяч подписчиков, и то, что я являюсь в нашей республике самым крупным и одним из самых первых блогеров, это мне очень интересно. Единственной моей мотивацией продолжать это все, это являются подписчики и все эти слова. Ну, в общем, когда мне люди пишут, что у них что-то получилось, что я молодец. И, конечно, это мотивирует, и мне хочется продолжать это дальше. Тома учится на третьем курсе юридического факультета в НГГУ. А то, что готовит, считает хобби. В каждое блюдо она вкладывает всю душу и любовь, отмечая при этом, что такое отношение делает вкус еще лучше. Сегодня в роли оператора ее младший брат. И рецепт этого торта очень скоро появится на ее страничке в Инстаграм. Свой сегодняшний шедевр она посвящает всем женщинам на 8 марта. Вот такой яркий и красочный торт мы приготовили в честь 8 марта. Дорогие женщины, в этот весенний яркий день я хотела бы вас поздравить. Желаю вам провести этот день в круг своих самых близких людей. Будьте счастливы еще раз с вас с праздником. В этот праздничный день нам, женщинам, нужно немного, чтобы нас ценили и берегли. И не важно, какую мы выбрали профессию – сотрудница полиции, журналист или обслуживающий персонал. Главное – почувствовать надежное плечо рядом с собой. С 8 марта нас – всю прекрасную половину человечества. Светлана Томова, Хаваш Гойгов, Новости 24.